В прошлом занятии мы уже пробовали наносить повторные атаки, научились работать в челноке и сейчас мы с вами немножко научимся выполнять обманные движения и финты. Целью обманных движений и финтов является вести оппонента за луждение и скрыть свою настоящую атаку. Также посмотреть реакцию оппонента, как он будет реагировать на то или иное ваше атакующее действие. Начнем мы с самого простого обманного движения, это так называемое раздергивание. Выполняется оно из боевой стойки. Принимаем боевую стойку. Для того, чтобы максимально приближенное движение было к нашему удару, чтобы оппонент поверил, что вы будете наносить удар либо левой, либо правой рукой, вам необходимо максимально сымитировать этот удар. Для этого мы с вами делаем небольшой шаг вперед, одновременно подаем туда корпус и чуть-чуть выпрямляем руку вперед. После этого возвращаемся. Удар у нас не заканчивается и фактически это необычный удар, это именно обманное движение. Мы смотрим на то, как оппонент реагирует на него. После того, как мы раздернули нашего оппонента, посмотрели на его реакцию, как он будет защищаться, поднимает ли он руки, делает ли он уклон, разрывает ли он дистанцию. После этого мы можем зайти и выполнить свою настоящую атаку. Это может быть и одиночный удар, и двухударная комбинация, и многоударная серия. Все эти упражнения можно выполнять в неком комплексе и выполнять также по одной минуте. Начинаем с раздергивания и наказываем оппонента одиночным ударом, раздергиваем наказываем оппонента двухударной комбинации и после последнего раздергивания выполняем трехударную серию. Следующее обманное движение, которое я хотел бы показать вам, это смена этажей. Выполняется она достаточно просто, и целью ее является показать атаку в одно место, но при этом нанести атаку в совершенно другое. Выполняется она обычно при нанесении удара в голову и в корпус. То есть сначала мы показываем ложную атаку в корпус, после этого проводим комбинацию в голову, либо показываем голову, после этого проводим атаку в корпус. Выглядит это приблизительно следующим образом. Показываю в голову, а саму атаку провожу в корпус. Показываю в голову, наношу удар в корпус. Также мы работаем в обратном порядке. Показываю в корпус, наношу удар в голову. Показываю в корпус, наношу удар в голову. Данное обманное движение можно выполнять как одной рукой, так и двумя. Показываю одной, бью этой же рукой. Показываю одной и бью этой же рукой. Также могу чередовать показал одной рукой и ударил другой показал одной ударил другой весь ваш арсенал обманных движений и атакующих в совокупности показывает ваш профессионализм во время чем больше вы знаете обманных движений чем больше вы знаете атакующих и защитных движений чем вы искуснее боксируете вы можете вести заблуждение вашего противника проведя обманные движения и после этого выстреливая многосерийный хорошо поставленный комбинацию